все произошло быстро слово за слово и кинулся он на меня я кое-как отбивался я даже не понял как что произошло единственное последнее помню когда он нож взял эти до того как я совершил преступление явное я переходил дорогу только в положенном месте я был настолько злокозаконно послушным гражданином что я себе вообще ничего не позволял родился я в бийске алтайского края с 7-8 лет Меня начала воспитывать бабушка с дедом. Я, так сказать, не мама с папой. Любови бабушки с дедушкой мне хватало, что называется, с гаком. Прививали мне то, что должны давать каждые родители. Дед со мной занимался, то есть то, что мне задавали задания в школе. Он со мной постоянно делал уроки, учил, поскольку человек он был очень образованный. Знаете, так раньше называли гувернер. Гувернер своего рода был дед у меня. Ну вот, собственно, бабушка занималась моим бытовым, бытовым хозяйственным обеспечением. То есть и гладила, в общем, и все мне там одевало и так далее. Дед умер от рака у меня в 2002. Я остался с бабушкой. Вот тут я научился уже сам гладить, сам себе, значит, подшивать подворотничок к гимнастерке. Я же тогда учился в кадетской школе. То есть я был таким благополучным ребенком, я бы сказал, из всей родни. Но это была мотивация еще дедовская, потому что дед был кандидат наук, дед был большой человек. Его все знали, все уважали. Я стремился стать таким же. Проходит время, я поступаю в Суворовское военное училище на Дальнем Востоке, в городе Уссурийске. Три года я там отучился, но потом меня направили в Новосибирский военный институт дальше, и я не прошел медицинскую комиссию. Семь лет потраченной, так сказать, стремления стать военным человеком, дисциплинированность, все вот это. То, к чему я стремился, можно сказать, в раз рухнуло. Мне было плохо, у меня была депрессия, естественно, мне страшно было. Кем я вообще в принципе хочу стать? До этого я учился еще в музыкальной школе. Параллельно я ходил в музыкальную школу. И с детства, вообще с раннего детства, мне было интересно народные инструменты, народные песни. Я часто видел различные застолья, праздники, где все это пели. Ну а поскольку меня всю жизнь тянуло к музыке, я играл на гармошке, на баяне, знал все песни, народные там, то есть кто поет там, ну, народных исполнителей всех, Зыкину и прочих, прочих. Естественно, я сразу заинтересовался, у меня глаза загорелись, я пришел в народный хор попробоваться, и меня тут же взяли. Мне посоветовали, слушай, тебе надо поступать в Красноярск. Там академия, Красноярская академия музыки и театра, она приравнена к консерватории. Там всего четыре бюджетных места, то есть конкурс довольно большой, очень большой. Я сдал все экзамены, меня поздравили, что ты все успешно сдал, жди результатов. Я приехал в Бийск, жду результатов, захожу на сайт академии музыки и я зачислен. Конечно, приятная неожиданность оказаться в числе лучших. Я учился на народно-хоровом отделении, а в церковных хорах работают с дирижерско-хорового отделения. По сути, это одно отделение, только секция народный хора, а это академическое хоровое дирижирование. И они мне посоветовали, Алексей, ты не хочешь у нас в трехсвятительном храме тенора, у нас сейчас тенора нет одного, ты бы легко, наверное, его заменил. Я шел туда не по какому-то позыву душевному, я шел просто работать, как многие студенты. Ну, я будучи, если бы я был неверующим человеком, то я бы, естественно, туда не пошел. Я с детства верующий человек. Платили особо немного, выход по тем временам был 500 рублей, то есть за выходные 2000-1000 у меня было. Я очень люблю холодец. Приходил в свой любимый мясной магазин и покупал у них свинные эти рульки. У меня был большой бак такой эмалированный, я его ставил туда, все скидывал, в общем, и варил вот этот холодец целый день, воскресенье. В понедельник утром у меня холодца на полобщежития. Алкоголь, я вам скажу, вещь, как говорится, нехорошая, и пьянка до добра никого не доводила. Все просто. В один из очередных концертов мы поехали к нашему коллеге, он нас пригласил в гости. И там у него застолье было, мы там и пели, и веселились, и играли, и все что угодно. Ну, естественно, выпивали. Вот, все уже гости потихоньку расходились, одни, другие, третьи уезжали. Я остался один. Он был в довольно пьяном состоянии, он был. Я убрался на кухне, помыл ему все посуду, потому что я понимаю, что завтра ему будет тяжело. Ну, вот он еще, сынок, а ты посиди еще. Он старше меня был. Это мой был тоже, ну, не скажу там, друг, но, наверное, тоже как наставник, что ли, старший товарищ, который меня тоже и оберегал. И ко многим добродетелям меня, между прочим, приучало. Это был хороший человек. Это был очень хороший человек. Вот. Ну, все произошло быстро. Слово за слово. И кинулся он на меня. Я кое-как отбивался, я даже не понял, как что произошло. Единственное, последнее, я помню, когда он нож взял. Я помню, как я стучу к соседу, кричу, чтобы они вызвали полицию. Я потом не помню, как я даже дома очутился. Я просыпаюсь в шестом часу утра и думаю, боже мой, неужели мне такое приснилось. И начинаю вставать, а у меня все болит. Я понимаю, что у меня опухшая рука, у меня отекшая нога, у меня везде царапины. И я тогда понял, вот это правда, значит, произошло. Я приехал сдаваться. Я пришел, сказал, говорю, откройте мне, пожалуйста, дежурную часть, вход. Я хочу вам что-то рассказать. Они говорят, давай рассказывай. А тут тоже люди были. Я говорю, я не могу. Он, ну, начал оказывать, кричать, чего-то там. Ну и в итоге спровоцировал меня на эмоции. И я крикнул во всеуслышание. Я убил человека, вот что я тебе хочу сказать. Тогда он нажал на эту кнопку и меня запустил. В Бийске меня осудили Бийским городским судом. Получил я 8 лет строгого режима. Наказание это принял. Сам сюда пришел своими, как говорится, еще раз повторюсь, ногами. И согласен полностью с приговором. Я его не обжаловал ни в каких инстанциях. Меня привезли отбывать наказание сюда в Лео-1. Вот. В Лео-1 я прошел реабилитационный период. Здесь все согласно режиму. Подъем, зарядка, завтрак, вывод на работу. Раз, два. Раз, два. Мне всегда нравилось. Я люблю выращивать цветы. Собственно говоря, я во всем пытаюсь найти позитив. Когда ты выращиваешь цветы, ты успокаиваешься. Меня вывели работать в клуб. Занимаемся театральными постановками, концерты. В клубе я сформировал небольшой ансамбль такой музыкальный, в котором мы поем несколько человек, участвуем во всевозможных конкурсах вокальных. И, кстати, занимаем призовые места по всей России, выигрываем все эти фестивали. Творчество для меня – это любая деятельность, направленная на что-то доброе. Потом мне предложили взять еще и церковь. Я слежу за порядком там. Я общаюсь с другими осужденными. Перед освобождением многие. Перед освобождением в основном. Часто, часто я такое вижу, что приходят люди, волнуются, переживают, что там дальше будет. Своего рода психолог, я бы даже вам сказал. Хотя я осужденный такой же. В такой же робе вот нахожусь. Священнослужитель один не сможет полноценно совершить литургию, прослужить молебен, службу. Ему нужно помогать. Я разжигаю кадила, допустим, и подаю ему его в нужный момент. Должен, допустим, я зажечь свечи тоже в определенный момент. И затушить их тоже в определенный момент. У меня уже особо никто не ждет. У меня была бабушка, которая уже умерла, пока я здесь нахожусь. Вот это был единственный человек, кто меня ждал. Сейчас меня никто не ждет. Мама, конечно, бы хотел увидеть. Обнял бы ее, естественно. Сели бы поговорили, очень бы долго бы разговаривали. Она ко мне на тюрьму приезжала на свидание. И здесь мы с ней переписываемся, то есть письмами. В каждом письме я ощущаю вот эти ее скорбь, печаль. Я у нее единственный сын. Ей тяжело осознавать, что сын ее в тюрьме, причем был бы я там, вел бы на воле какой-то образ жизни, который бы привел бы меня сюда или соответствовал бы, хулиганил бы, был бы с детства ребенком каким-то непослушным. А так просто получилось, что из самого лучшего получился самый худший. Вот, ну, не случись эта ситуация, она бы, как я уже не думал только, как я уже не крутил, как я только уже не представлял и не порачивался, как я мог избежать этого. Да никак. Ну, все слишком быстро, во-первых, произошло, а во-вторых, все это под эмоциями. И я ни разу не проверил того, что мы бы с ним только поменялись местами. Именно грех по-христиански, который я совершил, его можно, не знаю, замолить и можно ли вообще, в принципе, его замолить. Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, молит, прадед и чистая Твоя Матерь, и всех святых помилуй нас. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, царю небесным решителю и желездестве, исполняй сокровища, благотворительной жизни, подателю, преди вселенной и очистенной отца Тебя, скверно и спаси Боже, душа наша. Слава Тебе, Боже, душа наша. Слава Тебе, Боже.